МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Мы рады приветствовать вас, дорогие телезрители. Сегодня 15 января. Вы смотрите программу «День веков. Хронограф». Для вас ее проведем мы, я, Юрий Смирнов. И я, Юлианна Шахова. 15 января 1795 года родился русский дипломат и драматург Александр Грибоедов. Он окончил Московский университет в 1795 году. С 1817 года служил в коллегии иностранных дел в Петербурге. В это время познакомился с Пушкиным. С 1818 года был секретарем русской миссии в Тегеране. С 1822 года в Тифлисе секретарем по дипломатической части при командующем русскими войсками Алексеем Ермоловым. Грибоедов принял участие в заключении выгодного для России Турхманчайского мирного договора в 1828 году и доставил его текст в Петербург. Был назначен министром-резидентом, то есть послом в Иран. По пути на место назначения вновь провел несколько месяцев в Тифлисе и женился там на княжне Нине Чевчевадзе, дочери поэта Александра Чевчевадзе. Вскоре по прибытии в Тегеран Грибоедов погиб. Вследствие политической интриги, направляемой, вероятно, английским посланником, толпа религиозных фанатиков разгромила русскую дипломатическую миссию и все ее члены были перебиты, кроме секретаря Мальцева. «Тело Грибоедова было доставлено в Тифлис и погребено на горе Мутацминда». Из всего написанного Грибоедовым имеет самостоятельную ценность по сути только комедия в стихах «Горе от ума». Комедия «Горе от ума» – сатира на аристократическое московское общество того времени, одна из вершин русской драматургии и поэзии. Фактически завершила комедию в стихах как жанр. 15 января 1891 года на свет появился поэт Осип Эмильевич Мандельштам. Осип Мандельштам родился в Варшаве в семье мастера-кожевенника, мелкого торговца. Семья переехала на жительство в Петербург, где Мандельштам окончил Тенишевское коммерческое училище, давшее ему прочные знания в гуманитарных науках. Здесь началось его увлечение поэзией, музыкой, театром. В 1907 году Мандельштам уехал в Париж, слушал лекции в Сорбоне, познакомился с Николаем Гумилевым. В 1911 году Осип Мандельштам поступил на историко-филологический факультет Петербургского университета. Литературный дебют Мандельштама состоялся в 1910 году, когда в журнале «Аполлон» были напечатаны пять его стихотворений. В 1913 году вышла в свет первая книга стихотворения Мандельштама «Камень». В 1920-х годах вышли новые поэтические сборники. «Тристия», вторая книга, стихотворения, сборник статей о поэзии. Были изданы две книги-прозы. Повесть «Шум времени» и «Египетская марка». И несколько книжек для детей. «Два трамвая», «Примус», «Шары». Много времени Мандельштам отдавал переводческой работе. В совершенстве, владея французским, немецким и английским языками, он брался за переводы прозы современных и зарубежных писателей. В 1930-е годы, когда началась открытая травля поэта и печататься становилось все труднее, перевод оставался той отдужиной, где поэт мог сохранить себя. В эти годы он перевел десятки книг. Осенью 1933 года он пишет антисталинское стихотворение «Мы живем под собою, не чуя страны», за которое в мае 1934 года был арестован. Умер Осип Мандельштам в декабре 1938 года в больничном бараке в пересыльном лагере на Второй речке, теперь в черте города Владивостока. Жена поэта Надежда Яковлевна Мандельштам и друзья поэта сохранили его стихи, которые в 1960-х годах стало возможным опубликовать. Сегодня 15 января. Вы смотрите программу «День веков хронограф». В этот день в разные годы произошло много исторических событий, но об одном из них мы вам сейчас расскажем. 15 января 1890 года в Петербурге в Мариинском театре шумным успехом прошла премьера балета «Спящая красавица». Автором замечательной музыки был Петр Ильич Чайковский, хореографом Мариус Петипа. Совместный труд композитора и балетмейстера дал миру прекрасный балет. Недаром «Спящую красавицу» называют энциклопедией классического танца. После успеха «Лебединого озера» Чайковского директором императорских театров овладело желание создать пышный спектакль в стиле балетов при дворе Людовика XIV с кадрилью из «Казык Перро» в дивертисменте последнего акта. Получив его письмо в августе 1888 года, Чайковский был очарован и восхищен. И в ответном письме заметил. «Не желаю ничего лучшего, как написать к этому музыку». Композитор сочинял увлеченно. В конце лета 1889 года уже заканчивал инструментовку. В театре ждали балет, уже начались репетиции. Работа протекала в постоянном содружестве с великим хореографом Мариусом Петипа. Он составил для композитора подробный план-заказ, в результате которого возник совершенно новый по музыкальному воплощению тип балета. Для каждого персонажа Петипа сочинил эффектные и сложнейшие по технике танцы. И для исполнения этого балета требуется труппа высочайшего уровня. Недаром, когда «Спящая красавица» была поставлена в гранд-опера, в спектакле «Редчайший случай» одновременно в главных и сольных партиях были заняты все ведущие балерины и танцовщики труппа. Со дня премьеры, состоявшейся более ста лет назад, «Спящая красавица» обошла многие сцены мира, покоряя поэтичностью и их глубиной содержания, возвышенной красотой музыки и танца, волшебством сказочной атмосферы. Сегодня 15 января. Наша программа «День веков хронограф» подходит к концу, и сейчас самое время рассказать о погоде. 15 января 1290 года цвели фиалки на Рейне и в Австрии. А в этот день 1657 года в Москве напротив стояли суровейшие морозы. 15 января 1994 года в северо-западной части Тихого океана разыгрался неимоверный силы шторм. Высота волн достигала 8 метров. 15 января – день памяти преподобного Серафима Саровского. Согласно народной традиции, 15 января – сильверста в день. Куриный праздник. Курятник чистят, да там куриного бога. Камень с отверстием в середине вешают, чтобы он курей защищал. На сильвестра на луковицах гадают. Чистят 12 штук, да так, чтобы не заплакать, кладут на каждую щепоть соли и до утра оставляют на печи. На какую по счету к утру смокрела, такой месяц будет дождливым. В сильвестра в день заговаривают лихоманку. Сильвестра в день гонит сестер лихоманок за 77 верст. Вот, собственно, и все, что мы хотели рассказать о сегодняшней дате в истории. Мы ведущие программы «День веков хронограф». Я Юлиана Шахова. И я Юрий Смирнов. Желаю вам хорошего настроения и удачи. С вами была программа «День веков хронограф». «День веков хронограф». Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok